Итак, всем огромный привет! И мы наконец-то с вами сегодня побываем в одном из районов у нас Адлера. Я уже снял до этого много чего про Адлер. И в этот раз давайте мы рассмотрим с вами район, который у нас называется Известие. Его еще называют Курортный городок, но для меня Курортный городок это все, что находится от дороги в правую сторону, если ехать в сторону Адлера. А все, что с левой стороны, да, будем, наверное, ориентироваться на название санаториев. Там есть санаторий Известия. Сразу говорю, смотрите, здесь у нас есть жилые комплексы, которые начинаются по цене от 85, даже если большую площадь брать 63 тысячи рублей за квадратный метр, в общем, такие вот жилые комплексы. Вот это у нас строится Известие 2, да, еще его называют Голден Сити 2. Хороший домик, все хорошо, сразу скажу наперед, самые лучшие квартиры по планировке это 43 квадрата. Они и самые интересные по цене. Вот здесь, да, у нас домик, да, который называется, это у нас называется Вилла Удача. Те самые виллы, которые построил у нас застройщик на Мацесте. И там тоже, в принципе, неплохие квартиры, но они все идут по 60 квадратных метров. Они больше подходят для ПМЖ. Вот здесь с левой стороны строечка начинается, это у нас Вилла Удача 2 будет. А вот этот у нас строится, комплекс, точнее, уже почти достроил, он называется Голден. Называется Голден Сити 1, да, и на самом деле все хорошо. Здесь у нас жилой комплекс новый строят греки, но пока у них нет никаких разрешений, ничего нету, поэтому я его озвучивать не буду. Поэтому, дабы администрация города Сочи на меня не ругалась, что я рекламирую те объекты, на которых нету разрешения ничего. Вот как бы так вот. Поэтому давайте мы все-таки рассмотрим те объекты здесь, которые у нас со всеми документами. Я хочу отметить, что здесь очень много зелени. И давайте немножечко про район. Я сразу говорю, у нас так же, как и в центральном Сочи, Адлер у нас изначально, он тоже расположен на горах. Вот здесь, в этот район Известия, он находится между двух гор. Если будем с вами ориентироваться, это у нас есть гора, которая у нас идет арбитерская. Там вы даже не представляете, какой подъем, вы там просто обалдеть можете. Я там в дождь просто не мог подняться на автомобиле, на Вольксвагене, Тауране. А вот с правой стороны у нас тоже есть гора. И там тоже, забыл, как улица называется, но тоже есть гора. И вот сейчас между этих гор у нас получается ровная поверхность. Смотрите, расстояние от этих жилых комплексов до моря ровно 920 метров. И в принципе, мы идем с вами по прямой. Поэтому, по большому счету, у нас район с одной стороны спальни, а с другой стороны пригоден для того, чтобы можно было отдыхать. Когда я ехал, снимал эти жилые комплексы, я видел, как народ пешком ходит на пляж. Из пляжа я их узнаю по кругам, по надувным. И в целом, довольно-таки неплохо. Ровная поверхность, да, и нет такого шума. Вот, например, вот этот район, где мы сейчас с вами находимся, он у нас с нами живет и зимой, и летом. А вот здесь вот, да, где мы прилетаем с вами, это у нас район, который называется уже прям полноценный курортный городок. Он у нас летом живет, и зимой там полностью все вымирает. Вот видите, здесь есть всевозможные тоже развлечения. Здесь есть поиск проходящий, да, и немножечко мы посмотрим, что из себя представляет пляж. Еще раз вам скажу, до моря здесь один километр. Это даже не полтора, не два километра, а всего лишь один километр. И, соответственно, есть свои плюсы, есть свои достоинства у этих домов, что как бы комфортно будет ходить там, ну да, 20 минут, 25 минут пешком, и вы уже находитесь на море. До школы идти 15 минут. Здесь школы на расстоянии двух километров, но они по прямой. Поэтому здесь школы есть, если не ошибаюсь, 27-я школа есть. И вот как бы примерно выглядит вот так вот. Здесь, смотрите, я немножко промотал, чтобы долго там не снимать. Все вам сразу показал, весь этот райончик. Показал, что здесь есть зелень, показал, что здесь вот в целом как бы есть такие высокие дома, а не только частный сектор. Ну и, конечно же, здесь есть у нас горы, да, вид на горы потрясающий. И в целом, как бы до развязки, когда мы поезжаем с вами, если ориентироваться, мы с Сочи едем до заправки в Адлере. В Адлере мы поворачиваем налево, потом сразу поворачиваем направо. И тем самым попадаем с вами на улицу Известия. И по ней, в принципе, комфортно можно ходить. Поэтому, извиняюсь за качество съемки, просто я думаю, вы здесь уснули бы. Я здесь наснимал очень много, наснимал больше 40 минут. Но постарался уместить видеоролик именно в 6 минут. Ну и вот, давайте с вами немножко полетаем. Что мне здесь понравилось? Мне здесь понравилось, скажем, такой пятачок, где находятся дома. Такой-то, скажем, немножко отдаленный, да. Ну, километр, не такая большая отдаленность. Мелодия леса у меня 4 километра 200 метров. И здесь мы с вами можем спокойно, комфортно жить. И при том, здесь очень много зелени. Тем самым у нас для вас это будет больше, чем комфортно. Смотрите, вот дальше мы сейчас немножко пролетаем. Тоже я вам покажу некоторые варианты интересные. Здесь я обнаружил озеро. Вот именно вот с этой горой. Тоже аж захотелось сюда приехать порыбачить. Только не знаю, куда-то, ну, как туда отправили доехать. Ну и вот, посмотрите, очень много зелени, большие луга, все. Давайте еще расскажем также про Известие. Чем у нас район Известия лучше, чем, например, курортный городок? Да тем, что можно жить и зимой, и летом. Это первое. Второе. Район Известия хорош, что он находится у нас, так скажем, у него хорошая широкая комфортная дорога. А вот оно озеро, про которое я вам говорил. У него хорошая комфортная дорога. И в целом я считаю, что там довольно-таки комфортно туда подъезжать. Ну и одно из тоже из достоинств – цена. Цена, там можно начинать смотреть стройки от 65 тысяч рублей за квадратный метр. В курортном городке в самом это от 100 тысяч. Вот так вот. И здесь в основном все дома идут со статусом квартиры, поэтому можно и прописаться, и в школу ходить, и налоги бешеные не платить. Вот как бы так. Ну а видеоролик для вас подготовил Максим Каламитцев. И если вдруг возникает вопрос по данным жилым комплексам, задавайте, с большим удовольствием вам отвечу. Ну и вот новый формат сделал, да, чтобы вам было легче ориентироваться с жилых комплексов. Это будет выглядеть вот так. ЖК Вилла Удача. Здесь у нас называется ЖК Голден Сити, Известия 1. Здесь у нас называется ЖК Известия 2, Голден Сити. И здесь у нас называется ЖК Известинский парк. Всем пока, с вами был Максим.